Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, вы по нам соскучились, давно нас не было в эфире. Сегодня мы в этом ролике говорим, соответственно, о том, что такое спиратерапия в теплый период времени. Скоро впереди лето, и, конечно, для многих женщин это актуальная проблема, потому что действительно у очень многих есть сосудистые звездочки, сеточки. Но очень часто можно прочитать на страницах интернета или в телевизионных передачах, что спиратерапию летом выполнять как-то не очень, потому что впереди загар, возможно, какие-то пигментации, осложнения и так далее. Мы говорим сегодня с нашим ведущим специалистом-флебологом, кандидатом медицинских наук Андреем Владимировичем, нашим постоянным человеком, с которым мы разговариваем на разные темы. Итак, почему возможно на сегодня Андрею Владимировичу проводить лечение даже и в летний период времени? То есть заниматься косметологией, выполнять склеротерапию даже и вот весной, поздней и летом. Ну, хотелось бы начать с того, что флебология на месте не стоит, появляются прогрессивные направления, которые дают лучшие результаты, дают лучшую эстетику. И вот поскольку мы применяем уже много лет криосклеротерапию, то есть это когда используется холод при проведении склеротерапии, она дает, конечно же, снижение интенсивности пигментации или вообще даже не дает пигментации. Если только склерозируются крупные звезды, вот, большого диаметра, так сказать, может быть какое-то время менее значительное, чем это было ранее до применения криосклеротерапии, значит, эти пигментации могут в легкой форме присутствовать. Затем произошло сокращение сроков компрессии использования. Теперь это одни сутки, они пролетают моментально, так сказать, человеку одевается трикотаж сразу после склеротерапии, и затем на следующий день просто пациент его снимает, и все. И, соответственно, конечно же, опять же, внедрение новых направлений, такой как фильм склеротерапия, значит, это использовали пленки, и вообще не использование компрессионного трикотажа, то есть только пленка. Для лета, конечно, это принципиальный момент. Вот, наверное, Евгений Анатольевич сейчас покажет, как эта пленка на коже крепится. У нас модель, а сегодня не пациент, а сам Андрей Владимирович, хочу пару слов сказать по поводу так называемой фильм склеротерапии, придумал ее Крис Рак, это немец, известный флеболог, и вообще эта методика стала революционной, потому что действительно, представляете, удалять сосудистые звездочки без чулка, вообще без чулка, это, конечно, очень революционно. Придумал это он уже несколько лет назад, и он показывал эту методику на нескольких форумах, но самое главное, показал в рамках Балтийского общества флебологов в Риге, и действительно, когда флебологи увидели, как можно наклеивать, соответственно, эту пленку и проводить склеротерапию, не только склеротерапию, можно проводить даже лазер, по его мнению, да, вообще без чулка, это, конечно, оказалось очень феноменально. Значит, в чем смысл замены чулка, когда вот уже жарко, когда уже некомфортно, конечно, многие женщины не хотят носить никакую компрессию, ну, совершенно это понятно. Значит, вот, пожалуйста, да, такая вот пленочка, значит, она вообще используется в пластической хирургии, как ни странно, да, называется фильм, бандаж, так называем, значит, вот эта пленка, она, чем хороша, она дышит. То есть, если мы сейчас откроем ее, она очень тоненькая, да, соответственно, и внутри есть такие микропоры, то есть, влага через нее проникает, соответственно, как с нижней конечности, так вот, и когда пластики используют на лице, почему ее очень любят пластические хирурги. Значит, вот мы сейчас вам покажем, как она крепится на Андрея Владимировича. Андрей Владимирович, какая часть? У меня волос много. Какая часть? У меня волос много, ну вот. Значит, смотрите, крепится, соответственно, пленка, мы уже показывали вам, но тем не менее, да, и, соответственно, происходит натяжение этой пленки вот таким образом. Если внимательно посмотреть, да, вот я по кругу иду, то есть, здесь, конечно, предплечье у Андрея Владимировича, да, она крепится. Мало того, видите, она, соответственно, стягивает, да, кожу дерму, и в результате, если померить специальным датчиком под этой пленкой, получается где-то 18 мм тутного столба. Чем более высокое натяжение, тем больше, соответственно, компрессия. В принципе, если флеболог обработал какую-то зону на нижней конечности, да, или даже на другом части, на другой части тела, то вот этого бандажа для того, чтобы прижать, соответственно, сосудистые звездочки достаточно, да, или крупные, или мелкие, или средние. Значит, сейчас мы Андрея Владимировича снимем. Это еще не все. Значит, смотрите, отделяется верхний слой. Или оценит. Нет, отделяется верхний слой. Ну, понятно, у женщин нет такого количества волос, Андрея Владимирович. Что ж там, да? Вот. Снимается еще вот такая штучка, и вот, пожалуйста, вуаля, эта пленка. Значит, в ней, что, чем она хороша? В ней можно мыться, соответственно, то есть она без проблем, можно принимать душ. Она обычно оклеивается на два дня. Она дышит, и она не создает никакого дискомфорта нижней конечности. Конечно, когда есть волосы, ну, вы понимаете, да, понятно, что когда волосы прикрепить ее адекватно невозможно, но на нижней конечности женщин, как правило, все-таки, волос нет. Она прекрасно носится, дышит и очень редко, я могу точно сказать, создает какие-то аллергические реакции, потому что на какие-то пластыри и так далее бывают аллергии. Ну, наверное, я раза в три всего за все время, за лет пять использования, я видел какую-то аллергическую реакцию на эту пленку. Вот. Значит, поэтому поносила, соответственно, девушка-женщина эту пленку, она ее просто убирает, и на этом все, да? Иногда нам приходится поверх еще добавлять какие-то валики на первые сутки, да, то есть усилять компрессию за счет наложения валика, но это уже дело творческое флеболога. Если необходимо, то это можно сделать. В результате отсутствия компрессии в жаркий период времени, конечно, это благоприятные условия для качества жизни, да? Поэтому на сегодня, видите, мы можем варьировать либо чулок до утра, либо до вечера следующего дня, и на этом все. Больше прикрылась терапия. У меня, например, пациент точно компрессию носит. Либо вот такая замечательная пленка, которую мы можем использовать на лето. Значит, а что касаемо загара, Андрей Владимирович, очень важно, да? Самый частый вопрос, когда делается склеротерапия, криосклеротерапия, удаляются любые сосудистые образования с помощью этой методики на ногах. Самый частый вопрос у женщин, когда я могу загорать? Ну, опять же, при использовании криосклеротерапии, холода, значит, мы добиваемся того, что происходит спазм в сосудах. То есть те сосудистые звездочки, которые были покрупнее, они спазмируются настолько, что становятся супермаленькие. И, соответственно, количество крови, которое остается в звездочке в момент начала склеротерапии, минимальное. И прямо пропорционально тому, что количество крови небольшое, значит, образуется минимальный пигмент. Значит, соответственно, криосклеротерапии мы можем добиться минимальное количество, остатком минимального количества крови и, соответственно, слабую пигментацию. Соответственно, мы при воздействии ультрафиолета на такую маленькую пигментацию или на отсутствие, так сказать, пигментации, мы не получаем каких-то стойких пигментаций. Вот, потому что все прямо пропорционально. Чем больше пигмента изначально, вот, если мы вспомним классическую склеротерапию без холода, значит, мы имели большую пигментацию. Намного больше пигментации. И, соответственно, мы имели, значит, ограничение по загару, потому что мы понимали, что на такой крупный пигмент, если сверху еще наложится ультрафиолет, будет, ну, какие-то стойкие пигментации, чего не хотелось бы, конечно, естественно, по эстетике. Вот, поэтому, в принципе, холод, да, он дает положительный выход. Да, значит, часто спрашивают многие пациенты про тепловые процедуры, типа бань-сау, горячие там ванны по-японски, любят женщины принимать такие прям, это там, кипяток фактически. Конечно, мы все-таки по классике стараемся давать ограничения по этим тепловым процедурам, но на месяц точно, вот, потому что все-таки тепло расширяет максимально сосудистую сетку всю, чего нам нежелательно, естественно, выйти в этот период, получать постклеротерапевтически. Вот, и поэтому есть ограничения вот по тепловым воздействиям. Таким образом, подводя итог нашему разговору, а, делать склеротерапию можно в любое время года, да, даже летом, если вы планируете через месяц провести месяцок на солнце, вообще не проблема поубирать, ну, какое-то количество звездочек, да, и, в общем, поехать с нормальными, эстетически выглядящими нижними конечностями ногами. Второе, значит, замена компрессии существует, это фильм склеротерапии, мы уже показали вам, да, то есть, замечательное изобретение немца, коллеги-флеболога позволяет избавить от мучения в чулках, да, что замечательно. Ну, и третье, все-таки планируйте свой отпуск и планируйте вовремя удаление сосудистых звездочек, потому что, как правило, конечно, нужен не один сеанс, а, ну, два-три, да, то есть, ну, нельзя потереть ластиком, все сосудистые звездочки есть, и объем огромный, поэтому, конечно, лучше все делать заранее, но если вы не успеваете, выход есть. Спасибо, что вы смотрели нас. Спасибо. Спасибо.